За что этим инфо-цыганам такие деньги? Где в мире справедливость? Почему учителя, врачи получают столько, а какие-то шарлатаны, мошенники, инфо-цыганы просто бабло лопатой грибут? Давайте сегодня поговорим о высшей справедливости. Есть часть меня, такая человеческая, вполне себе земная часть, которой тоже так же, как и вам, очень странно и внутренне несправедливо, когда какая-нибудь там девчонка из Инстаграма получает огромные какие-то миллионы, в то время как какой-нибудь честный инженер, ужинник, врач, может быть, скорой помощи, учитель, повар, получает гораздо меньше. Вы знаете, меня зовут Виктория Спуль, я описатель, актриса, мотивационный спикер, и мне немножко неинтересно осуждать. Это скучно. Для меня это скучно. Это как бы все, видео можно заканчивать. Какие плохие инфо-цыгане, как несправедливо, что они грибут бабло лопатой. Да, несправедливо, все, расходимся, да. Как бы все, что тут осуждать? Мне неинтересно осуждать. Мне интересно понимать, а почему в мире так устроено, что вот эти люди получают такие большие деньги. За что? В чем здесь вселенская справедливость? Сегодня хочу пофантазировать немножко на эту тему. Именно пофантазировать, потому что, ну, правда же, я не знаю на сто процентов. Просто хочу допустить и рассмотреть, и обсудить вместе с вами пару гипотез. Сразу оговоримся, что под инфо-цыганами, я здесь подразумеваю не любых инфобизнесменов, да. Ну, то есть, если, например, девочка хорошо обучает китайскому языку, и вот она учила в индивидуальном порядке, а потом открыла для себя интернет и поняла, что она может масштабировать это, записать какой-нибудь базовый курс по китайскому. И вот она набрала большое количество учеников, потом, может быть, начала набирать себе учителей, может быть, открыла свою большую онлайн-школу китайского языка, потом, может быть, расширилась в других языков, да, и она продает совершенно конкретные услуги, да, совершенно конкретные товары, да, и тут нет никакого инфо-цыганства, да. Это просто образование в онлайн-форме. Под инфо-цыганством я здесь подразумеваю именно людей, которые либо, а, продают продукт пустышку, да, то есть продукт, не несущий никакой практической ценности. Он не учит тебя, например, не знаю, снимать, эмонтировать или говорить на каком-то языке, он не меняет твое состояние, да, потому что очень многие, например, какие-то сейчас психологические, психотерапевтические курсы, они могут тебя ничему не научить, но они могут поменять твое состояние, да. Ты не станешь психотерапевтом, проходя эти курсы, но ты научишься, например, управлять своим страхом, да, научишься управлять своими эмоциями, научишься справляться, там, например, с завистью или еще с чем-то. Вот инфо-цыганство, да, я называю именно торговлю пустотой, да, то есть когда тебе за большие деньги продают информацию, которую ты, например, мог бы ВКонтакте в мотиваторе бесплатно прочитать, да. Или когда тебе продают обманом, ну, волшебную пилюлю, волшебную таблетку из серии, что вот пройди этот курс и через неделю ты заговоришь на английском, как на своем языке. Вот три дня вебинара и ты станешь криптоинвестором уровня, там, я не знаю, да, будешь разбираться в фондовом рынке за три дня. Ну, ничего, что люди, там, в колумбийском, в Стэпфорде и прочем, да, учатся этому пять и больше лет, и то не... Ну, ладно, да, то есть когда вам пытаются либо продать пустышку, либо продать обманом, да, вот это я называю инфо-цыганством, обещая что-то, да, какой-то результат, который, ну, объективно невозможен, да, в такие короткие сроки или от такого маленького количества действий целевых. Так вот, почему же вообще есть вот этот феномен инфо-цыганства, почему Вселенная его допускает, и, главное, почему Вселенная так его поощряет? Почему устроено так, что инфо-цыгане могут получать большие деньги? Получается же, да, что вроде как на поверхности они какие-то бесполезные, они какие-то даже вредные местами, они обманщики, мошенники, но, видимо, в масштабах мира, в масштабах больших систем, они несут какую-то пользу и ценность, иначе бы их труд так не оплачивался. И я стала думать о том, а какую ценность инфо-цыганство может нести, и мне кое-что пришло в голову. Кое в чем они действительно очень-очень изменили мир к лучшему, на мой взгляд. Пусть это прозвучит сейчас дико, домой аж странно, да, но это так. Так, первое, что я хотела бы поставить в заслугу инфо-цыганам и посчитать прямо их такой большой победой и достижением, это то, что они пробудили в людях любовь к знанию, к образованию, к обучению. Согласитесь, у большинства из нас после школы, после универа сформировалось стойкое ощущение, что учиться – это отстой, это так скучно, это такая, ну, дядь, ну, кому это надо, я уже 15 лет потеряла здесь и в школе еще 5 вузей, да, то есть очень у многих после нашей вот текущей системы образования появляется прямо отвращение к обучению, и нам начинает казаться, что учиться – это скучно, это бесполезно, это бесперспективно, это неинтересно, это как-то не так, да, и вот я действительно, я помню, как я получила свой диплом, я крестила, сказала, все, больше никогда не пойду учиться, я не люблю это дело, это так скучно, это не для меня. Но по сути человек же очень любопытное существо, мы по природе своей очень любознательны, мы очень любим узнавать новое, мы очень любим, в принципе, наш мозг, наше тело, а то заточено на то, чтобы эволюционировать и развиваться. И инфо-цыгане, да, через свои красивые прогревы, громкие лозунги и прочие-прочие, фентифлюшки и конфетти реально пробудили в нас всех вот этот вот порыв, потребность обучаться. Это правда. Многие из нас сейчас, да, говорят, ой, какое ты обучение проходишь, то есть нам стало интересно прыгать из обучения в обучение, обсуждать наше обучение с друзьями и так далее. То есть образование снова стало ценностью, научиться чему-то новому снова стало интересно, прикольно, классно, хочется, да, по кайфу, почему бы и нет и так далее. Да, и как бы то ни было, даже если они не учат чему-то там глобальному, ценному и важному, но они прививают нам любовь к учебе. Вот мне так кажется. Не знаю, мне так кажется, потому что благодаря инфо-цыганству у меня ощущение, да, что мы живем в обществе, где каждый сейчас чему-то учится, каждый какой-то курс проходит, каждый как-то трансформируется, каждый что-то со своей жизнью делает, и тебе тоже становится любопытно, и ты тоже начинаешь хотеть это делать. Мне кажется, это классно. Мне кажется, это прям вот... Большая кармическая заслуга, да, если можно так выразиться. Второе тоже очень важное достижение именно инфо-цыган заключается в том, что они разрушили демонизацию продаж. Вот кто, как я, да, рос в 90-е, наверное, вы заметили, что у нас вокруг продаж строилось очень много осуждения, какого-то презрения, фу, продажи, там эти продажники, эти челноки, эти торгаши, да, то есть казалось, что продажи – это какое-то что-то плохое. Да, но при этом мы же все люди, мы же очень любим покупать. Это одно из наших огромных удовольствий, и если мы так любим покупать, почему мы считаем, что продавать – это что-то плохое? Странно, да? И благодаря инфо-цыганам продажи перестали быть чем-то демоническим. Типа, я художник, я выше этого, я не хочу продавать. В смысле ты не хочешь продавать? Ты не хочешь передавать свое произведение искусства дальше миру? Ты хочешь на нем сидеть, как курица на яйцах? В гордыне, что сейчас они должны сами догадаться и прийти на мой гений? Нет. Если ты не придешь и не расскажешь о своем гении, о нем никто не узнает. Да, и мне кажется, в этом плане тоже большая победа инфо-цыганства, что они донесли миру и людям того, что продавать – это нормально, продавать – это хорошо. Продавать – это вообще про искусство давать, да, как отдавать то, что ты создаешь, то, что ты умеешь, то, что ты знаешь миру. Да, и в том плане, что люди перестали смотреть на продажи свысока, пренебрежительно, презрительно, и наоборот, ой, я не могу, я не хочу. Ну, поучись, ничего страшного. Это такой же навык, как и все остальные. Да, мне кажется, это тоже большой плюс, потому что без продаж энергообмен невозможен. Да, продаж – это такой акт агрессии, когда я вторгаюсь, да, в твое пространство и что-то тебе предлагаю, что-то, что может изменить твою жизнь или скрасить твой вечер. И это здорово, да, кстати, если они легализуют для нас продажи, это значит, что они в какой-то степени мирят нас, примеряют нас с нашей агрессией, дают нам право проявлять агрессию в мир, да, потому что продажа – это акт агрессии, почему у многих он и вызывает такой ужас. А потом, когда смотришь, да все это делают, да вроде нормально, да вроде так можно, да вроде это не преступление. Ну, ладно, окей, тоже попробую, да. И, о чудо, оказывается, ты можешь зарабатывать своим любимым делом, да, если ты перестанешь так бояться продаж, так их презирать и так далее. Третье, мне кажется, очень важная такая миссия инфо-цыганства и достижение инфо-цыганства заключается в том, что они все-таки учителя, все-таки учителя. И хочется обесценить, сказать, нет, они ничему не учат, они учат какой-то херне, они вот кто-кто, но они не учителя. Да, но по большому счету все равно учителя. Так-то глобально каждый человек в нашей жизни – это учитель. И инфо-цыгане не исключение. Даже если они дают какой-то самый пустой, пересказанный друг у друга курс, где из серии «Напиши свои желания в список», «Уберись в своей квартире, выкини все лишние вещи». На самом деле есть люди, которые находятся в настолько разъебанном и нересурсном состоянии, что им правда надо начинать вот с такого примитивного примитива. Просто написать свои желания в список. Да, это не полноценная терапия, да, это не панацея от всех бед, это не обещает тебе молочные реки, кисельные берега, но да, с этого правда стоит начать. И да, от того, что ты уберешься в квартире, тебе правда морально полегчает. Может быть, в моменте. Также бывает такое, да, что инфо-цыгане продают тебе какую-то идею, которую ты не мог взять бесплатно. Да, вот, кстати, очень часто их обвиняют в том, что они за деньги продают, что на любом заборе и так понятно написано. Да, это так, но бывает, что человек может интегрировать какое-то знание или опыт, только заплатив за него цену. Приведу на своем примере. Я как-то раз, много-много лет назад, когда у меня было обострение акне, и все лицо было в прыщах, пошла к девочке-косметологу, которая мне посоветовала подруга. И девочка-косметолог принимала и делала чистку лица механическую за 500 рублей в каком-то там зашатанном торговом центре на окраине города. И я так ехала со скепсисом, думаю, ладно, подруга посоветовала, сказала, что она хорошая, классная, все. Я пришла к ней без каких-либо ожиданий, заплатила 500 рублей, такая, делай мне чистку. Она делает чистку и говорит, слушай, а что у тебя вообще там с анализами, с гормонами, с ЖКТ, делала вот это, вот это сдавала, вот это проверяла. Такая, нет, нет, о, она-то шарит. Я говорю, слушай, я тебе так скажу, чтобы сэкономить тебе кучу денег и времени и решить твою проблему акне, я тебе предлагаю самый простой путь. Попробуй на две недели убрать из своего рациона все продукты с высоким гликемическим индексом. Да, ну все, сладкое, тесто, мучное, а я тогда этого очень много ела. Попробуй на две недели убрать и посмотри, как отреагирует кожа. Вот, может быть, ты уберешь, и тебе дальше не надо будет ни один анализ сдавать, ни к косметологу ходить, ничего. Просто проверь, как твоя кожа будет себя вести на этой диете. Если не сработает, тогда пойдешь по анализам. А если нет, что вы думаете? Убрала я на две недели сладкое? Хрен, хрен там был. Ничего я не убрала, я подумала, что она понимает. Пойду анализы сдавать, и я пошла, сдала анализы на много тысяч, проверила все, гинекологию, эндокринологию, там, ЖКТ, вообще все, что, клеща, все проверила. Просто много тысяч рублей потратила. Потом еще у меня было много разных косметологов, много разных курсов лечения. Много-много-много я кругов АДА прошла, акне снова и снова возвращалась. Пока, в один прекрасный день, я не пошла к одной инфобизнес-бумам, не знаю, была ли она цыганка или нет. У нее не было ни медицинского, ни косметологического образования, но ее рекламировала крупная инфо-цыганка, у нее дорогая была консультация достаточно онлайн. И она говорит, что вот, она там пишет такую схему лечения, что все вообще пройдет. И я такая поверила, уже была в той стадии отчаяния, что я готова была поверить вообще во все, что угодно, и я пошла к ней, заплатила то ли 10, то ли 15 тысяч за консультацию, за одну онлайн. Она смотрит на меня, смотрит на мои уже тогда все сданные анализы и говорит, слушай, убери на две недели продукты с высоким гликемическим индексом. И я убрала, потому что эта консультация стоила не 500 рублей, за 500 рублей я это обесценила, сказала, она несет херню, я не буду это делать. За 15 тысяч рублей я сказала, ну, я заплатила за этот совет 15 тысяч, ну, беру, попробую. И я убрала эти продукты, и, о чудо, через 2-3 недели моя кожа выглядела намного лучше, понимаете? И вот это очень часто про то, что человек может интегрировать в себя какую-то информацию, совет, только заплатив за это определенную цену. Поэтому инфо-цыган все-таки можно рассматривать как учителей. И да, бывают очень печальные случаи, когда вы заплатили, ожидали один результат, но вы его не получили. Например, вы заплатили 500 тысяч, были уверены, что сейчас станете наставником и миллионером, но вы стали там, не знаю, никем. И тогда можно считать, что вы заплатили полмиллиона за развитие критического мышления. И это очень ценный и важный навык в жизни – критически мыслить, проверять то, что говорит человек, собирать отзывы, собирать информацию, логически думать, не искать волшебных таблеток, мыслить более взрослой, а не так инфантильной, что «ой, я сейчас заплачу, она все мне сделает». То есть это тоже важный урок, может быть, более важный и ценный, чем стать наставником. Вы не подумайте, что я оправдываю, я исследую, я исследую, мне интересно. Вы, кстати, можете писать в комментариях, что вы думаете, что вы чувствуете по этому поводу, кого считаете истинным инфо-цыганом, от кого вас бомбит, с кем, может быть, вы обманулись жестко, проебались, и как это повлияло на вашу жизнь, и чему вас это научило. Вопрос, который я сама для себя, наверное, до конца не могу закрыть. Являюсь ли я инфо-цыганкой? Не знаю. Честно, не знаю. Я знаю, что когда я создаю какой-то инфопродукт, я максимально честна и не даю людям того, что я не делала бы сама для себя в аналогичной ситуации. Вот это 100%. Что я всегда даю другим так, как я дала бы себе. Я предлагаю другим то, что я обязательно сделала бы сама. Попробовала бы сама, прожила бы сама, интегрировала бы сама, то есть перед собой я честна, перед вами я точно честна. Но время покажет. Ладно, спасибо вам большое за внимание. Может быть, я не права. Да, я допускаю, что это видео – это вообще редкостный бред и плод моих фантазий. И может быть, инфо-цыгане – это правда очень плохо, и они недостойны всех этих денег, и скоро все их окружают решетку. Может быть, я не знаю, понятия не имею. Но мне кажется, что в чем-то они действительно изменили нас и наш мир. И это прикольно. Вообще, мне кажется, что есть такие люди и такие судьбы, как, не знаю, здесь какого-нибудь Березовского, который вообще нажился на самом, что есть, неблагом деле. И, может быть, вселенная, бог, не знаю кто, большие системы допускают такое глобально только лишь тому, чтобы мы увидели на примере чужой судьбы, что в гробу карманов нет, что сколько денег не заработай, как ты их не заработаешь, и счастья для них не путешь, что это совершенно разные вещи. Не знаю. Не знаю. Поделитесь, что думаете по этому поводу, мне будет интересно. Ну что ж, спасибо большое за внимание. Подарите лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал. Главное, помните, я вас люблю, и вы ничего не можете субтитры сделал DimaTorzok.